Ребят, буквально минут пять назад первый раз просмотрел вот это сражение, и когда увидел, какой человеческий поступок сделал артовод, я, ну прям до слез меня это пробило. Никогда, честно говоря, ничего подобного вообще в игре не видел. Обязательно посмотрите, я уверен, что этот бой станет для вас каким-то большим открытием, ну по-любому отвечаю, будет сенсация. Настолько прямо проникающего в сердце поступка я еще никогда вообще не смотрел. Вот все внимание на экран сейчас, что будет происходить, это капец. Играет у нас Мантикора, вполне стандартный разъезд, если не считать, что наш союзный колесник, посмотрите, ворвался уже бедняга, просто в толпу прям туда-сюда, там направо-налево катается ЕБР-105. И просветил весь центр вражеской команды, бедняги там не понимают вообще, что делать. Мне кажется, его все-таки там выкурят почему-то, такое впечатление, потому что уж слишком он оборзел этот колесник. И как мы видим, да, такие типичные союзники, вполне обычное начало, ничего не предвещающее, все самое интересное, ребята, будет далее. Ну, то, что будет далее, это даже я не буду спойлерить, не буду пытаться это описать, это нужно прочувствовать и увидеть своими глазами. Иначе просто никак не понять, на что вообще люди иногда способны. Даже не верится. Ладно, вот сейчас и такой с легкой грустью, знаете, сижу, потому что поступок такой немножечко грустный, почему-то для меня, и с улыбкой, ну потому что это шок. Ладно, сейчас все сами это же прочувствуйте, вместе со мной еще раз. Ну, я еще раз, а вы впервые, я даже, если честно говоря, вам завидую, потому что такое увидеть в первый раз, это непередаваемые эмоции. Ладно, наша Мантикора здесь катается по центру, пытается выглянуть на центр карты, кого-то там подсветить. Давайте все-таки прокомментируем бой в таком классическом более-менее стиле. А когда уже дойдет до момента, чтобы это было неожиданно для вас, чтобы удивить. Ладно, все, смотрим. Вверху там выкатывается кто там, а МХ-30 высунул, высунул свой носик, кого-то там проверить, но ничего у него не получается. Подъезжаем в кусты, за углом стоит ловешник, выперся здесь. Ну, вообще, вот так вот наклеть на Леве в начале боя, в первые три минуты, это, ребята, что-то уже не так идет в нашей команде. Если Лева, выперся с центра карты, вот сюда на нашу половину, его, скорее всего, сейчас все-таки уничтожат. Но сколько же беды он уже натворил, высветил там всех, кого можно. Тайп-61 получил, П-44 Пантера, уже не знает, куда свой зад задныкать, в самую, в самую там, уже прижался близко к горе, я не знаю, что у него там на уме. Ёлочка, Илсейвен-90, приехала, одноглазая ёлка, нужно её быстренько отсюда подвигать, потому что нам светляк на центре карты не нужен. Вообще, нужно как-то попытаться вылезти из этого, из одного места, в которое засунула нас наша команда, активно сливающийся, особенно в начале боя этот ЕБРник. Ну, я вот буквально вчера же с вами, по-моему, мы смотрели бой на колесе, и я рассказывал, что есть разные типы колесников, и один тип, который едет в первые 30 секунд и сливается. Вот именно вот он сейчас в нашей команде, именно этот тип, кто-то, может, не поверил вчера, что такие типы существуют, я не знаю, по какой причине, я думаю, кто играет в рандоме знает, что они существуют. Ну, вот активное подтверждение этому. Вражеский ЕБРник 105-й подкатывается здесь на нашу половину карты, высвечивает там впереди М48 Паттона, высвечивает ИСа 3-го, по нам ещё откидывает плюху. Ну, кстати, не такие и хорошие результаты у Мантикора в начале, полторы тысячи дамага, тысяча на свете, но для 10-го уровня это так себе, честно говоря, хочется поболее. Ну что, нужно попытаться добрать ЕБРника. Ой, ребят, честно скажу, тяжело прям оптимистично комментировать этот бой, настолько драматичный поступок будет дальше, что я уже знаю, просто прям тяжело. Ну, ладно, давайте дальше всё-таки вернёмся, посмотрим, что здесь происходит. Тайпа 4 хэви, беднягу там насилуют. Кстати, он может разобраться, посмотрите. Он Вазика 111-го добрал, а П-44 Пантера, там она шотная. Если она его не пробьёт, то, может быть, там Тайп даже отдефает фланг. Счёт становится 10-10. Ситуация более-менее выравнивается, правда, после этого ЕБРник, как мы видим, проникает в карте. Т-54 уничтожает ИСа 3-го. У нас пошёл прорыв по К-линии. Сейчас две СТ-шки к нам на базу подтянутся. Нужно как-то спасать положение. Ловешник поехал. Ну, мне кажется, сейчас ловешника нашпигуют с нашей базы. И Тайп 4 хэви. Не повезло ему, П-44 Пантере удалось как-то ускользнуть. Туда приехал ЕБР 105-ый. Но, может быть, колёснику и не хватит, кстати, пробития. Но, мне кажется, арта может добрать Тайпа 4 хэви сейчас. Может. Откровенно, может. Он там засвечен по-любому его. Да, да, да. Нет, гляньте, его вообще по 44 Пантера добивает. Вот зараза хитрая. Она объехала и с другой стороны. В общем, смотрите, что происходит. После счёта 10-10 он неожиданно становится, ребята, 10-14. И в чате Тортоис уже пишет, Мантикора, чё ты стоишь? Осёл траляля. Не зачитал маты, но, собственно, вы понимаете, что они там есть. И здесь команда, конечно, очень уже наша разозлилась на всё происходящее. Ну и сложно их не понять. Ну, действительно, был шанс такой открытый выиграть. А сейчас фактически всё ушло в ноль. 10-14. Один против пяти. Арта десятого уровня. Семь подкалиберов и один фугас. Это всё, на что мы можем расчисывать. Подсвечивается Т-54. Ещё и снаряд сейчас тратим впустую. Вот сейчас окажется именно этот снаряд и решит, наверное, исход боя. Т-54 на нас едет. Непонятно, куда пушку свою... Она же видела, откуда летел снаряд вроде. Но сейчас мы точно даём по ней дамаг. Она понимает, где мы. Приходится отсюда делать быстренько ноги. И тут же как-то ломая деревья, подниматься аккуратненько. Главное, наверх карты. П-44 пантера снизу у неё. 98 хп было. Понятно, ваншот легко её добивает. Е... Теперь надо что-то делать с ЕБРом 105. Это, наверное, самый опасный сейчас враг. Люто-быстрый колёсник, который даже Мантикору, мне кажется, может закрутить. Да ещё и захват базы, блин, начинается. А наш игрок довольно далеко от базы. Колёсник туда врывается. И смотрите, что творит. Делает сальто на месте. И в момент этого сальто Мантикора его, ребята, снимает. Боже мой, какой экшен происходит в нашей игре World of Tanks. 54 раз сзади. С какой-то бешеной вертухи кидаем под ней. Тут же уворачиваемся. Видим, что спереди стоит артагивая и стой. Уже сводится, блин, сюда. У нас два подкалибера. И это всё. И один, один фуджес. Здесь три противника и три снаряда. Вы понимаете это? А на арту не хватит, не хватит. Надо фуджес хотя бы экономить. Может попытаться как-то фугасом арту снять. Или поджечь. Я не знаю, что сейчас должно произойти. Нужно подкалиберы тратить на 54 и Проджетта. А Проджетта сколько хп? Ваншотный подкалибер должен заходить. Сняли Проджетта. Но он нам на 227 сосадил перед тем, как улететь в ангар. Да ёлки-палки. ХП тают на глазах. 54, если сейчас пропишет, может быть вообще тяжело. А ещё непонятно, что с артой чётко. Два снаряда сейчас на всё про всё. Это капец как мало, ребят. Мы в засвете. 54 слева от нас. По-моему она промахнулась. Но пушка, пушка не поднимается, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. 54 сейчас может прописать. Уходи, уходи, уходи. Зачем ты фугас заряжаешь? Дурачок. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну зачем фугас-то? На арту теперь точно не хватает. Капец. Последний снаряд там 390 всего альпы. У арты больше хп. 10 уровня. Нужно было же фугас на арту. У фугаса, посмотри, у фугаса там 480. А то у неё 500 там с чем-то. 550. Может быть там оставили бы 1 хп и тараном добрали. Но сейчас вообще не знаю, что делать. И смотрите, он ещё так, так глупо тратит под калибр. Даже без шанса тут поджечь. Арта откидывает. И что делать? Ноль снарядов. Арта значительно тяжелее. Таранить её? Обалдеть. Ребята, сейчас буквально 50 секунд у меня есть до развязки. На то, чтобы вам напомнить, что спонсор этого видоса, ребята, с сайта ВотГолд. Где вы можете крутануть колесо удачи на халяву. Получить себе премтанк или голду. Ссылка в закрепленном комментарии. Там же промокод от бомбилки. Вводите его при пополнении счёта и получаете крутой подарочек. Эксклюзивный, напоминаю вам. Также на ВотГолд уникальная система чертежей, ребята. Вы можете собрать по чертежам на халяву себе премтанк восьмого уровня. Перейдите после боя. Ссылка в закрепленном комментарии. Как минимум, круто нити колесо. Мой промокод, который при пополнении вводить, там же. Ещё быстро напоминаю, 10 секунд у меня, что в этом видосе можно выиграть 5, а то и 10 тысяч голды. Для участия прожмите лайк, подпишитесь, колокольчик включите и комментарии с игровым ником. И айдет вконтакте. Напишите, вроде уложился. Ну и, ребята, всё. Я готов смотреть вместе с вами финал. Больше лишней информации не будет. Но, по крайней мере, скажу, то, что сейчас произойдёт, должно собрать много лайков, я надеюсь. То, что сейчас произойдёт, это просто ни в какие ворота. Смотрим внимательно. Мантикора понимает, что ничего не сможет сделать. Можно пробовать взять базу. Но артовод тогда будет чётко держать нас в прицеле. И чё? Мы просто уничтожимся. Нужно ехать, по идее, на захват. А чё ещё делать, ёлки-палки? Вот что бы вы напишите, напишите сейчас в комментариях, ребят. Что бы вы в такой ситуации делали? И напишите, как вы думаете, что сейчас случится? Что вот сейчас произойдёт? Я специально на паузу поставил, чтобы вы успели спуститься и написать. Ну и обязательно лайк. За такое просто вы обязаны поставить лайк. Что сейчас будет, это без преувеличения. Ребят, кто не подписан на канал, тоже, пожалуйста, спустите вниз, подпишитесь, колокольчик поставьте. И вот он, финал. Я просто помолчу здесь. Посмотрите. Арта подъезжает и самоуничтожается. Вы понимаете? Вы понимаете, ребята, что сейчас? Я ещё раз покажу, что сейчас произошло. Я хочу специально даже включить свободную камеру. Вы понимаете, что? Арта поняла, что у нашего игрока на Монтикоре уже нету снарядов. И она поняла, что он бы выиграл, если были бы снаряды. И она поступает так, отдавая ему честно медаль Колобанова, которую он, по её мнению, заслужил. Хотя ошибок делал колоссально много тоже. Но было эпично. И она подъезжает и чисто дарит ему эту победу. Вот я просто в шоке. Посмотрите. Вот она самоуничтожается. Это видно. Я таких поступков, вот честно, ещё не видел. Чтобы это прям можно было запечатлеть, она не АФК, не вылетела. Она просто подарила. Мне кажется, это лайк. Но это без слов. Я когда первый раз смотрел, меня до слёз почему-то это пробрало. Не знаю, как вас, ребята. Но это настоящий поступок. Прям не хочется заканчивать видео. Перед вами сейчас итоги. На этом всё. Не забудьте лайк, подписку, колокольчик. Хотя после таких поступков сложно вообще дальше что-то говорить. Всё, ребят. Буду заканчивать. Справа, кстати, интересный видос, где... Ну, просто интересный видос. Вон, справа. Там Type 5 Heavy танкует. Задом заценить. Всё. Возвращаемся к нормальному руслу. Ну, это шок. Всё, ребят. Увидимся. Всем пока.